Дружуще, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь Лего Робо Патруль. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чиэнтони, и сегодня у нас продолжение Робо Патруля в Лего Сити. Привет всем, господа хорошие! Так, что ж, робот, как всегда, на сразу же порядке, он уже вышел в патруль, и, собственно, любой нарушитель, который попадётся нам в поле зрения, будет просто уничтожен. Да, вот это я хотел бы посмотреть. В общем, ребятки, мы продолжаем нашу рубрику, которая называется Робо Патруль. В принципе, давненько её не было, первая серия вышла, а мы что-то про неё и забыли. Если вам нравится, то обязательно жмите пальцы вверх и пишите в комментариях, что вы хотите видеть в этой рубрике. Да, если есть новенький, то я вам покажу, что такое робот. У него есть, получается, вот такой вот мини-ганчик, который просто беспрерывно может стрелять. Плюс у него есть дополнительное оружие, это ракетница, которая при попадании, конечно же, уничтожит задницу нарушителя, это точно. Да, ну и сегодня мы против этих роботов решили взять автобус. Так, так, таргет индикашн. Индикашн, что-то там, это, плохо, это всё, что он меня увидел уже. Это, это, опознание цели. Так как робот у нас, ребята, современный, это новая, в принципе, так скажем, линейка полицейских, которая сама по себе патрулирует город, даже не нужен ей, получается, человек. Она может сама автоматически просканировать машину нарушителей, выявить, нарушитель он или нет. Да, да, да. Вот поэтому посмотрим, насколько робот сегодня, в общем-то, будет в духе. Да, единственный минус, конечно, роботов в том, что он медленный довольно-таки, но если он что-то и видит, он сразу стреляет. Кстати, тебя обознали, твою жопу, ты в розыске. Да ладно? Да, и ты почему-то угнал автобус, без людей, надеюсь? Да, я не угонял. А что ты делал? Устроился. Попользоваться. Попользоваться хотел? Да. Сейчас робот тобой попользуется. А где ты вообще, алло? Мы едем, мы где-то едем. Так как мы не можем быстро гоняться, мы просто патрулируем город. Наша главная задача увидеть цель и сразу по ней начать стрелять. Так, это я понял, да. Так. Слушай, ну у робота хорошо, что у него камера немножко повыше, конечно, выше этих домов, потому что он высокий. А интересно, ты сейчас передом или задом был ко мне? Не знаю. Стань ко мне передом, а к Антохе задом. Ты. Оп. Опачки. Я понял вас. Опачки. Я понял вас. Что, увидел, что ли? Да. Ты прошел идентификацию. Хе-хе-хе-хе. Господи. А робот, когда останавливается, это просто ад. Потому что он начинает приседания делать яростно. Приседания. Он у тебя служит, спортсмен, походу, какой-то? Слушай, я придумал новую фичу для робота. Почему бы и нет, раз он такой медленный. Запуск дрона. Просто на несколько секунд. Что за дрон? Ну просто будет, типа, свободная камера у нас улетать вверх и смотреть, где находится противник. Но, тем не менее, мы вас и так видим. Господи. Ой. Вот это уже страшно, слушай. Хе-хе-хе-хе. Короче, надо сваливать, пока он нам всю жопу не откиратил. Плохо, что у ракетицы нет прицела. Это да, кстати. Блин, ну это было страшненько. Слушай, когда ты на него смотришь, он реально какой-то бесченный. Так. Самое тупое, что стрелять нужно только от первого лица, потому что иначе ты не попадешь в цель. Хе-хе-хе-хе. Это да. Я в тебя, походу, даже не попал, даже в колесо переднее, да? Да ты вообще никуда не попал. Да-да-да-да. Было очень сложно, я немножко в управлении распутался. Короче, запуск дрона пошел вверх с целью найти противника. Но мы тебя не видим, какого хера. Запуск дрона, говорит, пошел вверх. Нет, довольно-таки интересная фича на 5 секунд вверх поднимать, типа, запуск дрона. У нас же все-таки современные роботики. Да, зато может сразу, где противник. И что, ты до сих пор не нашел противника? Нет, тебя сверху не было видно, представь. Нормально. Можно, слишком, конечно, высоко взлетел. Но я вообще сбоку тебя был, я не знаю, как ты не заметил дрон. А я не туда смотрел. А как ты так быстро катаешься? Как? Да я не быстро, у меня автобус, в принципе, медленный. Так, хорошо. Будем тогда делать вот так вот. Как? Сейчас узнаешь. Ты все узнаешь, брат. Но не сегодня. Так. Ага. Ага. Ага, говорит. Ого. Я-то развернулся тут уже прям. Я-ху. Полетели, конетели. Хорош стрелять по мне. Алло, дядя. Вот что бывает. Слишком наглыми нарушителями. Эй, дядя, а ты как, ракета, что ли? Конечно. Ни хера себе она вошла в меня. Так там целый этот, дождь. Дождь, ракет, да? Обалдеть. Ребятки, вы посмотрите, что будет, если вы вот так будете издеваться над роботом. Все. Уничтожено. Би-би-би-би. Вообще ни хера не осталось. Ты даже подъезжать не будешь. Господи, реально, просто в щепке. Конечно, ракетница у данного робота очень мощная. Поэтому, несмотря на то, что он медленный, его главная задача просто попасть в цель. И тогда от нее ничего не останется. Да, ребятки, вот пишите свои мнения в комментариях. Ну, а мы продолжим, в общем-то. Да, погнали. Робот Лего Сити выехал на поиски особо опасных приступников. Так, окей. Но, по крайней мере, у нас есть, короче, небольшая передышка, пока робот, короче, обследует, проскодирует нашу машину и выявит, что мы нарушители. Так что при первом попадании сразу же стрелять не будет. Можно патролить. При первом попадании стрелять не будет? Ну, при первой встрече, имею в виду. А, а то я думаю, что ты такое говоришь? Мы просто немножко выпили за рулем. А, вот еще, тем более. Сейчас мы просканируем тебя, слушай. Ой. А как, подожди, а как этот стреляет? Колесико. Нихера себе, араб. Первый мини-робот араб просто... Сканирование. Водила бухой. Да. Водила бухой, я понял. Нормальный скандер. Водила бухой. Догнать его и спросить, есть ли у него что выпить. Да. Ну, извини, мы тормозуху не пьем. Он что-то, он после поворота вообще что-то не хочет ехать. Ну да, потому что этот спортсмен приседает постоянно. Ой! 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 Просто он мне фюзеляж пропил. План перехвата. План перехвата. Господи. Ёпа-мама. Кстати, у меня автобус по скорости примерно как твой робот. Вот это херово. Реально? Ай. Ой. Он херово. Я не рассчитал с автобусиком. Автобус надо было брать нормальный. Это все хорошо. Это наоборот хорошо. Бухого водителя нужно задержать. Дра-да-да-да. Господи, он в поворотах еще ужасен просто. Ладно. Не сдаемся роботам. Хоть и страшно, но надо, надо, надо делать. Не сдается наш гордый варяг. Господи. Господи. Я от тебя не уеду, походу. Да ладно тебе, едь-то уже. Говно белое. Говно белое, говорит, едь. Гастроболит. Так. Что-то это подозрительно странно. Робот, кстати, поет. Еще ты в курсе. Нихера себе. У него там громофон встроенный. Давай Верку сердечко. Все будет хорошо. Да-да-да, такого не поешь. Э-э-э, слышь. Робот приехал с Америки к нам. Он Верхову сердечко не знает. Я за что налоги плачу? Незнакомый еще с Веркой. С Веркой незнакомый? Понятно. Приезжай вражь. С Веркой незнакомый с ним. Понятно. Обидно. Ну у него там запал. Прям ракетница такая небольшая. Да, я вижу, да. У него ду-ду-ду-ду-ду можно делать. Ду-ду-ду-ду-ду. Не дудонь. Не дудонь ты, дудонь че-е-е. А где ты есть? Но он прям это, каким-то этим ду-ду-ду-ду так. А ты че такой быстрый? Ты где там разогнаться успел? Алло, братан. Господи. Вот мне повезло. Мне повезло. Я понял. Ну там, сзади, прям вблизи где-то. Ну все, хана. Да. Нет, никогда. Дрифт не прошел. Да ладно, успел? Ну мне кажется, все равно успел. Просто я в другую сторону стрельнул. Господи, есть шанс, но он маленький. У вас с прицелом че-то? Ну, наверное, да. Я просто не понимаю, куда он стреляет в меня. А, блин, ну да. Ай. Уйди, робот. Ах ты падла. Аккуратно. Люди в салоне. Господи. Да ладно, а что он едет-то? Ты просто такую дырень мне сделал. Я хрен его знаю, почему он едет. Воу. Эээ, по воробьям? Походу. Так, я смотрю, что робот не в седе. Давайте, давайте потролли его. Опа. Ага. Опа. Оу, 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 оу. Какого хера? Ни хера себе, а вот это робот не в себе, слушай. Протал. Что это было? Слушай, как он живет у тебя? Я что-то не чувствую. Я не знаю, у меня автобус имбовый. Господи, вы посмотрите. В смысле имбовый? Ты говорил, что не имбовый, а уже имбовый. Ну, в плане брони он имбовый. Правда, я уже двигатель вижу, показался. Я сейчас дубля там жопа попринял. Может, я по тебе еще толком не попал? Ни хера себе не попал два раза. Такая дырка просто. Если бы в салоне сидели люди, от них бы уже ничего не осталось, наверное. Хорошо стреляешь, но высоко берешь. В смысле, высоко? Ай-яй-яй-яй-яй, господи, он просто, смотри, что делает. Араб. Первый в мире робот-араб, я понял. Живой. Живой еще едет. Едет еще. Охрененно. Сейчас я поезд, поезд умолю. Он тебе хотел помочь, развернуть тебя. Капец, как ты ездишь вообще, дядя? Ну, двигатель есть, я езжу. А ты что пулеметом не пользуешься? Вспомнил про него что? Да, да, да. Алло, дядя, ты будешь тормозить, нет, сегодня вообще? Все, минус колеса, да? Вот, подсказал роботу, как надо управлять роботом. Да, да, да. Ты смотри, ты меня так проштопаешь, у меня там уже волка где-то. Так я хочу тебя проштопать. Вот, вот это уже другое. Вместе с кабиной упал просто. Да. А я думаю, что пулеметом не стреляет? Пулемет же вообще изи там колеса сносит. Да, да, да. Понятно все. Господи, боже мой. Так, ну давай взорви до конца тоже. Теперь казнь получается, да? Как казнь. О май гад. Это был мой лучший автобус. Лучшие годы отдал работе в этом. Водителям автобуса, да? Рос автотранс. Вроде нормально, вот так вот. Господи, на тебе. Вот это я понимаю, поймал преступник. А я что развалился? На автобусе я в пузо засунул. А, я понял. Жесть. Короче, ребята, такая серия. Робо-патруль, на самом деле, хоть и медленный, но у него очень прикольные пушки стоят. И, в принципе, система дрона тоже довольно-таки интересная. Думаю, что можно ее как-то внедрить. Также, кстати, предлагайте свои идеи. Может, вы что-то новое для дрона придумаете. И мы, в принципе, попробуем это воплотить в реальность. Да, ребятки. Ну, а так ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok